Приветствую вас. Здесь история, которую описывает автор вопроса, достаточно драматично, в силу того, что она связана с родственниками, и, соответственно, с насилием от родственников. Здесь также есть элемент чувства вины, вот, присутствует элемент чувства вины, автор вопроса, и, соответственно, некая такая жертвенность, некий такой страх, некое такое, как мне показалось, желание, такое желание угодить человеку, такое желание угодить не только конкретному человеку, но и всем людям угодить. Вот. И, соответственно, я бы начал бы, наверное, в первую очередь именно с этого аспекта, то есть я начал бы с аспекта личных границ, травматизации, вот, то есть это травма, по сути. Вот. И я бы начал с работы самооценки, конечно же. Вот. Это вот то, на что можно, на мой взгляд, прямо сейчас обратить ваше внимание. И, соответственно, то, чем всё... То, с чем прямо сейчас можно работать. Вот. Ну, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Вот. Конечно, это вопрос доверия, то есть вопрос доверия между вами и вашим мужем, вот, это ваши страхи, как мне кажется, то есть, ну, мне кажется, что довольно много у вас завязано на страхах, довольно много у вас, завязано на переживаниях, довольно много у вас, завязано на тревогах, вот, в данном случае, и, конечно же, на таком вот чувстве стыда, то есть, вот, чувство стыда, чувство стыда в данном случае, оно совершенно очевидно, как мне кажется, и, соответственно, с ним нужно работать так же, да? Вот. Я бы еще уделил внимание, ну, личной терапии вас и вашего мужа, то есть, ну, чтобы вы как-то вместе вот занялись психотерапией, да, вместе, то есть, вместе обратились бы к психологу, вот, вместе поработали бы со специалистом, да, и как-то вот научились бы, в первую очередь, ну, возможно, разговаривать друг другом говорить, обсуждать какие-то вещи, вот, а потому что сейчас у меня такое чувство, что говорить вы, ну, не умеете, нет такого опыта у вас, а, ну, вот, опыт, именно, диалог, диалог, друг, 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 вот, что на самом деле весьма прикольно, потому что, ну, как бы, без этого, без умения, я бы сказал, разговаривать, да, на мой взгляд, ничего не получится, вы чувствуете себя одинокой, в данном случае, да, можно говорить о травме, можно говорить о том, что вы травмированы этой ситуации, ситуация действительно неприятная, вот, но можно также говорить о том, что вы, вот, чувствуете себя беспомощной, да, ну, ощущаете себя беспомощной, как-то, и вот это ощущение себя беспомощной, оно, для вас, ну, видимо, тяжело, то есть вам очень трудно, во-первых, наверное, переживать, это состояние, состояние беспомощности, а с другой стороны, вы не знаете, что с ним делать, в этом состоянии беспомощности, вот, ну, соответственно, задача, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам с этим разобраться, вот, наша задача заключается в том, чтобы научить вас обращаться с чувством беспомощности, вот, и уметь, ну, правильно с ним взаимодействовать, вот, я бы так сказал, наверное, в данном случае, да, ну, в данном контексте, вот, я бы такой ответ, ответ бы вам предложил, вот, вот, на этом, в принципе, можно закончить мой ответ, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, вот, желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью. ДОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...